Соус Лайк. Несмотря на то, что для многих это причина горения жопы, так или иначе это весьма значимый жанр в игровой индустрии и достаточно ценный. Множество людей по всему миру ждут подобные игры, покупают, обсуждают, проходят, остаются под впечатлением, советую их пройти остальным и ведь не просто так тот же Секиры или Elden Ring побеждал в номинации игра года. Глядя на все это, я дико не понимаю этот жанр, я несколько раз пытался полюбить соус лайк и у меня практически вышло, о чем я сегодня вам и расскажу. Перед началом видеоролика ставь лайк, подписывайся на канал и конечно же пиши мнение на этот счет. И да, в этот раз я решил разыграть для вас подписочку Xbox Game Pass на 2 месяца. Я дам его тому, кто прожмет лайк, оставит комментарий и в целом напишет об этом в телегу. Если что, итоги тоже будут там. Начну с того, что из моего детского и подросткового окружения никто и никогда не интересовался данными жанрами, поэтому опробовать их мне не удавалось. Первое знакомство пришлось на игру Dark Souls 3, в которой я вовсе не понял приколы и просто забросил по очевидной причине. Да, мне крайне сложно давалось прохождение, чего я мало того, что не получал удовольствия, так и знатно подгорал. После я стал замечать, что на большую популярность данного жанра многие именитые серии стали получать механики, которые слегка стали напоминать соус лайк, а именно джедаи, бог войны, ассасин крит и хоть для истинных фанатов какого-нибудь Dark Souls это может быть и смешно, но изначально подобные игры имели совершенно иную боевку, что в целом можно найти схожий соус лайками. Может быть для фанатов данного жанра это конечно и смешно, но говорю как есть. После того, как я прошел джедаев бога войны 2018 года, я как-то стал по-другому смотреть на подобную боевую систему, которая и отталкивала меня в подобных играх, что не раз ловил себя на мысли, что к соус лайкам стоило бы присмотреться более детально на легкую голову. Но вплоть до 23 года я в них особо не играл, и моей второй такой игрой стала Vlon, которая показалась мне весьма легкой, чего я без особого напряга завалил боссов в 5. На каждого босса, ну не знаю, попыток 6 ушло где-то, может быть 10. Это немного, поверьте. Почему кстати поиграл именно в нее? А все просто, потому что она была доступна по подписке в Xbox Game Pass с первого дня. Да, в моем ассортименте конечно же была великолепная игра под названием Bloodborne, когда мой друг Vigil давал мне PS4 на время, на прохождение которой меня как и всех всегда байтил шефцов, но че-то туда заходить желания не было, ибо сеттинг вообще не по кайфу. Да и байт а-ля каждая обезьяна пройдет, так и не сработал. Чтобы вы понимали, на сложном прохождении меня можно иногда забайтить, и это отлично получилось у игр под названием Cuphead, Sifu. Да, их прошел, я иногда даже их переигрывал, и в целом они оставили у меня очень хорошее впечатление, несмотря на не такое простое прохождение. Вот что-что, но вот с Cuphead вообще не горел, вообще, мне всегда нравилось с него играть. После же мне довелось опробовать более Sekiro, но долго меня, к сожалению, не хватило, и я как-то стал психовать от этого жанра до момента выхода Lies of P. Вот честно, мало нахожу объяснений, но вот этот проект, несмотря на то, что он не в моем жанре, он не AAA, да, если что, это вообще индюха, у меня появилось огромное желание пройти именно ее, а не все остальные игры. Реально сложно объяснить, почему именно она, но мне кажется, это больше из-за довольно интересной идеи, а-ля история Пиноккио в совершенно на другом обличье. Наверное, из-за сеттинга, который не готический, и в то же время не отдает Японии, ибо то исполнение, в котором находится большинство соус лайков, меня правда не привлекает, там вот рыцари, дворцы, честно говоря, вот вообще не мое. А вот Lies of P, это вот что-то другое. И как только я начал в него играть, меня первый раз затянул, затянул так, что я реально не хотел вылазить с этой игры, я просто хотел все время идти дальше, все боссы, которые вставали на моем пути, хоть и не были для меня лихи, мне хотелось их победить. И что самое удивительное, пару глав я прошел вообще на портативном устройстве под названием RockLi, который, как и прочие гаджеты, вы всегда можете приобрести в Технодеусе. Да, у которых приятные цены, и у которых по моему промокоду JumboMax на игровые консоли вам еще и скидку в 1000 рублей дадут. У них в ассортименте есть что полно всего, а именно смартфоны, айфоны, смарт-часы, конечно же игровые консоли, в список которых входят не только портативки а-ля Steam Deck или Nintendo Switch или No-Go, но еще и PlayStation 5. Помимо хорошего ассортимента дают годовую гарантию, делают доставку по всей России, имеют шуру в Москве и поэтому, если хотел бы себе игровую консоль или подарок для своих родных и близких в виде какого-нибудь айфона или другого гаджета, переходи по ссылке в описании и покупай в Технодеусе все, что тебе захочется. И играя в Лайс Уф Пи, я начинаю понимать, за что же любят все-таки подобные игры. Да, у них не супер реалистичная графика и так далее, но локации всегда сделаны от души. Множество вензелей, какие-то огромные коридоры, сцены, множество построек, заставляют тебя ну реально просто поглядеть вокруг. Что касаемо сюжета, лора, как по мне и как мне объясняли сами фанаты подобных игр, они по большему счету мало кому интересны и особого значения не несут. Большинство, как я понял, играют за счет геймплея, а конкретно боевки. И она, несмотря на всю боль, которая предоставляется практически всегда, дает ей большое удовольствие. Маленький совет по собственному опыту, если вдруг вы захотите привыкнуть к такому жанру игр. Когда сядете за нее играть, садитесь с целью не победить ее, а получить люлей, после которых вы поймете, что нужно сделать, чтобы победить. Так скажем, идите не за задачи выиграть, а за задачей проиграть, чтобы победить потом. Пожалуй, именно джедаи меня научили немного сдерживаться. Ловить тайминги, вести бой, размеренно. Пытаться изучить врага и отчасти мне это помогло и тут, ибо я такой чел, который привык к то, чем быстрее и сильнее нажмешь на кнопку, тем быстрее и увереннее я буду двигаться к победе. Нет, в таком жанре в большей степени так не работает. Тебе нужно научиться выжидать, угадывать, запоминать, а также находить подход к абсолютно любому твоему сопернику, как к обычному NPC, так и к финальному боссу в той или иной главе. И если же на большинство NPC все таки работает старая тема нанести как можно быстрее и больше ударов, и он ляжет не ударив тебя, то с врагами побольше такого не пройдет. Тебя обязательно перебьют, задолбят, иногда попросту не дадут шансы на простую победу и находясь в довольно стабильном эмоциональном состоянии, ты понимаешь, окей, меня боссали, но я хочу боссать его в ответ. И поэтому ты начинаешь искать к нему подход, для того чтобы пройти дальше, раз за разом. И если же крупных простых ботов ты в целом переступаешь довольно легко, то вот с боссами начинается пожалуй то, за что и любит сослайк, а именно за боль и унижение, которое они тебе предоставляют. И да, боссы пожалуй это еще одна красота подобных игр. Они по-своему ужасающие, красивые, страшные и честно говоря их тоже хочется рассматривать. Видя такого очередного врага, будь готов, что он тебя точно обоссит, как минимум раз 5, 10, 20, да то и больше. Ибо многие его удары будут быстрыми, внезапными, болючими, отчего первоначально сложно понять, даже нужный момент твоего удара с микроскопическим уродом по его большой туши, ох как меня это бесит правда. Но с каждым новым разом, если ты действительно пытаешься разобраться в том, как враг действует, ты начинаешь более легко убирать хотя бы 50% здоровья. Конечно у вас есть шанс понизить в этой игре сложность, позвав себя на помощь друга NPC, но если вы не особо знакомы с врагом, это вам не поможет, правда. В общем, несмотря на пот и слезы, в конечном итоге ты понимаешь, что все-таки изучил врага, ты знаешь его слабые места, ты знаешь стратегию против него и знаешь не на теории, а можешь ее действительно принимать на практике, ибо когда ты знаешь откуда и по какой траектории он нанесет удар, не означает, что ты можешь 100% спарировать, ибо в соус лайках, а конкретно в Лайс оф Пи этот момент я бы назвал тонким, который должен работать прямо на каком-то последнем чувстве. Но изучение изученен, но в соус лайке помимо геймплея крайне важна и прокачка, я очень хорошо усвоил это и не даром ведь эти игры еще и РПГ, в которых ты должен с умом подходить к тому, как тебе пройти того или иного босса. Кто-то может навести на тебя порчу, кто-то поджарить и, соответственно, помимо переката и лишь барирования, ты должен иметь либо самое подходящее оружие для боя, либо же в своем запасе атрибуты, которые помогут тебе в той или иной ситуации. Этим ты можешь не пользоваться, но боссы дадутся так намного легче, это правда. Так, кстати, произошло в Demon Souls, который меня, можно сказать, заставил пойти мой зритель год, и если бы он мне не сказал, чтобы я брал огненные бомбы для первого босса, возможно, для меня сражение было бы намного мучительнее. Хотя не может быть, а 100%. Да, несмотря на всю сложность некоторых боссов в том или ином соусе, все-таки можно забить какими-нибудь там хитрыми способами, за счет тех или иных припасов, но все равно, если ты их не знаешь, нужно думать, пытаться пробовать. И, казалось бы, красивые локации, прокачка, интересная боевая система, разный сеттинг, истории, и за счет этого, ну, каждый должен полюбить соус лайк, в том числе и я. Ну, увы, у меня этого сделать пока не получилось. Самая нервозная штука, которая меня отталкивает от таких игр, так это то, что сама игра тебе подкидывает такие штуки, чтобы ты не то, чтобы получал удовольствие от геймплея, а чтобы ты мучился все сильнее. Объясню. Встречая того или иного босса в Лайс оф Пи и в поту пытаясь его забить, и через несколько десятков попыток у тебя вроде получается это сделать, ты радуешься. Блин, я крутой. В целом, соус лайк мне нравится, но сам жанр тебе подкидывает внезапно вторую фазу босса, и ты смотришь на него и придумаешь. Ну, все. Кобзец. Мы тебе нашли достойного противника. Международного гроссмейстера, заслуженного мастера спорта СССР, Анатолия Карлова! В итоге тебе, кроме идеальной первой фазы, нужно учить еще и вторую, это как у меня было с болотной тварью. Ой, сколько раз я убил на нее попыток, это просто невыносимо. Я помер, наверное, от нее раз 50, от вот этой лазаньи, ласкази, и я помер раз 100, может быть, даже больше. Если вы были на мстриме, я думаю, вы видели, как я долбил там 4 часа. А в общей сумме я на нее потратил, наверное, часов 10-12, может быть, даже больше. И после того, как я дофига раз помер на одном и том же месте, как вы думаете, хотел бы я идти дальше? Да, хотел, я шел. И это как бы и плюс и минус, и эта история по причине того, что с игры реально тяжело слезть, особенно, когда у тебя что-то начинает получаться. Ты начинаешь все дальше долбить босса до тех пор, пока ты его не победишь. И тут я, наверное, сравню удовольствие с дрессировкой собак, когда за правильно сделанные команды тебе дают вкусняшку и кликают пластиком. Вот Лайс Уф Пи на меня действовало абсолютно так же. Каждый раз, когда я идеально парировал атаки или идеально проходил первую фазу, я испытывал наслаждение, которое давало надежду на то, что вот в этот раз я его точно пройду, так скажем, получу вкусняшку. Конечно, на это тратилось дофига попыток, но в конце все равно ощущалось то самое наслаждение. В итоге ты идешь дальше, игра подкидывает тебе еще более интересных врагов, которые бьют более жестче, внезапнее, быстрее. И ты опять начинаешь их учить, изучать, и я недаром сказал, что практика отличается теорией, и в итоге из-за секундного неправильного тайминга ты начинаешь помирать, помирать и еще раз помирать. Я согласен, что победа ощущается слишком сладко даже на миллионную попытку, но проблема заключается в том, что пока ты дойдешь до этого, тебе придется тысячу раз поорать, попсиховать и, в общем, потерпеть, пока тебя унижают. Я предвещаю, что в этом пункте защитники соул скажут, да вот, тут тебе надо было просто сделать вот это, прокачать вот так, взять такое оружие, а также выполнить еще какое-то там задание, которое даст тебе это, это и вот это, чтобы как-то стало легче. Ибо когда я проходил эту игру в прямом эфире, реально было много советов, и у меня такое ощущение, что либо каждый такой игрок теряет реально большое количество времени, чтобы это как-то найти, протестировать, либо же просто смотрят гайды по прохождению. Ибо, как и везде, есть имба сборки, которые дадут тебе пройти босса чуть ли не за минуту. И я уверен, что этим пользуются. Ибо я тоже их палил, когда встревал на боссах. Гайдов реально много, каких-нибудь там жестких боссов убивает чуть ли не за минуту. Там прям показывают каждую сборку, как собрать, как прокачать, что где найти, но допетлить самому, мне кажется, и простому игроку реально сложно. Ибо вариаций оружия, способностей, рук, ресурсов реально много. Просто если ты выбрал какое-то оружие, ты понимаешь, что тебе оно понравилось по темпу, качаешь его и понимаешь, что ты качал по итогу говно, которое встрянет на каком-нибудь у тебя боссе. Нет, конечно ты все равно сможешь его пройти, но тебе придется его идеально выучить. Короче, потерпи. Я хоть и смотрел гайды, но все равно пытался и в целом лупил боссов по своему темпу, своими оружиями, но не застрял внимание на варианты понизить сложность. Ибо, как по мне, истинный удовольствие от сложных игр получаешь только тогда, когда через трудности проходишь сам, не применяя какие-то лайфхаки. Да, возможно, многие, прежде чем пойти куда-либо, чисто проходят одни и те же локации для получения большего количества ресурса для прокачки, но на это нужно реально так нормальные усилия и времени. И знаете, писав данный сценарий, я как-то задумался над странным коллективным мышлением по поводу всей истории соулсов, что игроки, которые проходят эти игры, любят по отношению к другим игрокам, если жанр ему там не понравился или он не может пройти, и думать, что он стопроцентный лох, не умеющий играть, и у многих это возможно и побуждает стимулу попытаться что-либо пройти, чтобы кому-то что-то доказать, ведь никто не хочет быть лохом. Но исходя из того, сколько гайдов существует, у меня есть подозрение, что не все, но многие игроки, особенно обычные игроки, которые очень кичатся тем, что они что-то там прошли, могли просто посмотреть гайдов, там не знаю, вкачать самое нужное оружие и просто пробежать игру. Я просто не поверю, что каждый второй игрок соус лайка играх, без крови и пота, чуть ли не с первого раза, с легкостью, смогли пройти чуть ли не каждого босса, о котором говорят тем, кто только-только начинает играть, ибо послушав таких игроков, будет казаться, что игры реально не сложные, а просто ты лошара. Хотя я все же иного мнения, та же ЛСФП реально кажется не такой сложной игрой по факту, но только при условии, если ты прошел игру и изучил боссов, и при этом ты знаешь парирование, знаешь там особое оружие, да в такой ситуации игра кажется себе действительно легкой, но вот остальным, которые будут делать это впервые, ну я бы не сказал. И тут я выделю еще то, что в подобных играх, как по мне, больше важно, нежели скилл, которым всегда гордятся. Первое, заучивание таймингов на парирование. Второе, грамотная прокачка. И лишь малая часть скилла, которая поможет тебе спарировать, ибо многие атаки, они не такие простые, и угадать их тайминг реально сложно, это факт. Я вот например в ЛСФП еще сгорел от тех самых братьев, которые иногда долубят тебя тупо втроем, отчего тебе приходится только бегать, и потом забегать за спину, что иногда не получается. Казалось бы, у них мало жизни, изи приемы, но потом выпрыгивает огромный братец, его удары сносятся у тебя ну чисто по 40-60 хп, и ты как дурак бегаешь, фигаришь его раз в полминуты в тайминге, пока он валяется или отдыхает. Опять же, удовольствие от победы есть, но его куда меньше, нежели психов. И конкретно ЛСФП всегда построено таким образом, чтоб тебя помучать. Побесить, к примеру, ты идешь вот такой вверх по горе, и на тебя так бабах, и катится огромный шар. Или что-то еще. Как ты увернешься от него? Да никак. Чистой игрой будет заложен так, что если ты не будешь знать об этом моменте, ты либо получишь нормальный урон, либо сдохнешь, и тебе придется начинать все сначала. И самая загвоздка еще в том, что ты потеряешь все ресурсы на прокачку, все твои игроки снова будут на карте после возрождения, и тебе придется это делать раз за разом, пока ты не станешь лучше, и не дойдешь до следующей точки сохранения. Кому-то это весело, но мне что-то не очень. И вот это вот начни сначала, спасибо, конечно, что не с начала игры, меня и очень сильно бесит. Назвайте меня казуалом, как хотите, но проблема заключается в том, что игры должны приносить удовольствие, некое приятное времяпровождение. Но когда тебе игра специально поджигает жопу, для того, чтобы ты страдал и делал одно и то же каждый раз для той самой победы, мне это, честно, не вкатывает, ибо чтобы пройти дальше, ты теряешь реально много времени, и времени на попытки, которые иногда у тебя реально поджигают жопу, уходит куда больше, нежели на то самое короткое чувство победы, которое длится реально не так уж и долго. Несмотря на этот тейк, я не могу сказать, что Last of Pee мне не понравилось, нет, наоборот, мне было в кайф ее пройти, но вот испытать снова какую-то подобную игру, что-то как-то страшно. Прекрасно понимают те, кто прошел не одну такую игру, и в целом как-то приноровился к этой всей теме, но я, к сожалению, пока так и не смог максимально полюбить этот жанр. Поэтому Last of Pee, скорее всего, моя первая и последняя соус-игра, которую я прошел до конца в ближайшее время. Меня, конечно, зрители подталкивают, чтобы я зашел в какой-нибудь Dark Souls и так далее, но пока я лучше сделаю большую передышку, прежде чем снова вернусь в какой-нибудь соус, и получу тысячу унижений, боли и страданий. И, в целом, вот такой вот мой опыт в соус-лайк играх. Пишите, конечно, свое мнение на этот счет, расскажите ваше отношение к подобным играм, я очень надеюсь, что видос вам понравился, если это действительно так, то прожмите лайкусик, подписывайтесь на канал, и до новых встреч, играйте в те игры, в которые нравятся. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok